Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о главных событиях дня. Принятие решений на высоком уровне. Губернатор Кубани провел экстренное совещание в Анапе. Уроки здоровья преподают в городской поликлинике. Кому это нужно и как попасть на лекции, расскажем. «Анапа» запоёт по-новому. Известный композитор Григорий Гладков планирует открыть на курорте детский вокальный центр. Губернатор Кубани Вениамин Кондрацев провел в Анапе экстренное заседание Краевой комиссии ПЧС в связи с крушением сухогруза Героя Арсенала и поставил задачи перед всеми ответственными службами. Поисково-спасательная операция продолжается, однако не менее важно организовать наблюдение за ситуацией. Если произошел разлив нефтепродуктов, необходимо принять исчерпывающие меры для ликвидации выбросов. Перед началом совещания вместе со своим заместителем Юрием Гриценко и главой Анапы Сергеем Сергеевым, губернатор Вениамин Кондратьев осмотрел береговую линию, где выставлены мониторинговые посты. Всего на протяжении 50 километров побережья работают 16 передвижных постов и 3 стационарных. Мы находимся в преддверии курортного сезона и даже не то, что в преддверии курортного сезона, просто мы не можем допустить, чтобы вот эта утечка топлива, если она произошла, осталась наша подготовка. Об оперативной обстановке губернатору доложили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧАЭС. На данный момент информация разнится. Первое, то, что вы сказали, 38 тонн. Вторая информация, которую подтверждает агент по заправке данного судна, говорит о том, что на судне было 19 тонн солярки, полторы тонны мазута и полтонны машинного масла. Информация разнится. Несмотря на это, мы все равно проводим мониторинг. Я требую, чтобы, Юрий Николаевич, вы обеспечили все мониторинговые группы, все необходимые техники и средства для того, чтобы качественно осуществлять поиск в случае, если вот это масляное пятно есть. В акватории Черного моря продолжается поисково-спасательная операция. Из 12 человек, находившихся на борту сухогруза, один спасен. Обнаружены тела двух погибших. Есть информация о разливе нефтепродуктов. Задача, которую ставит Вениамин Кондратьев, принять исчерпывающие меры, чтобы опасные выбросы не достигли Черноморского и Азовского побережья. В Анапе мобилизованы силы аварийно-спасательных формирований, МЧС и военных для контроля над ситуацией. Как только мы получили информацию, выстояли поэтапно сначала пять, сегодня на сию минуту девять групп, которые в мобильном режиме отстеживают. За каждой группой закреплено транспортное средство, есть связь, люди знают алгоритм действий в случае обнаружения. И уже, как бы заходя вперед, скажу, что в Анапе была такая ситуация, ну, похожая аналогично. Люди, которые работали тогда, довольно успешно справились. И сегодня мы, ну, правильно вы сказали, если на берег выйдет, конечно, сложнее будет ликвидировать это все, но мы готовы и к этому. Учтен даже самый нежелательный вариант развития событий, если нефтепродукты попадут на береговую линию. Вся она находится под постоянным контролем специалистов. Многое будет зависеть от погодных условий, от направления ветра. Вероятность того, что, как было уже озвучено на селекторе губернатором, что вероятность с учетом изменения направления ветра понижается. Но мы пока думаем, что процентное отношение это 50 на 50. К любому развитию событий мы готовы, алгоритм действий известен, важно понимать, с каким объемом мы столкнемся. Подводя итоги совещания, губернатор Кубани призвал все службы работать максимально оперативно и мониторить ситуацию ежечасно, чтобы положение не усугубилось. Школы будущего, причем самые современные их проекты, комфортные и красивые, будут построены в Анапе. Сейчас ведутся серьезные предпроектные работы. Такая работа обычно не видна стороннему глазу, но проекты уже есть на бумаге. Ведется привязка их на существующие строительные площадки. Решается вопрос по софинансированию. Грандиозные планы на ближайшее будущее комментирует начальник управления капитального строительства Виктор Зубоваткин. Городу сегодня особенно нужны детские сады школы. В 2016 году мы начали работы по реконструкции детского садика в центре города на Крымской на 80 мест. Проектируем школу на 400 мест, еще один дополнительный корпус в школе номер 6. И начато проектирование школы на 1000 мест в Алексеевке. Анапским школьникам расскажут об устройстве трактора, правилах сервировки столов, технологии кирпичной кладки. В городе-курорте пройдет большой профориентационный форум. Задача – повысить популярность рабочих профессий. Около 2000 школьников примут участие в городском профифоруме. Об этом рассказали в городском управлении по делам молодежи. На театральной площади все учебные заведения, где готовят рабочих специалистов, развернут интерактивные площадки. Каждый сможет попробовать себя, например, в роли штукатуры или повара. Мероприятие, которое, так скажем, обозначит еще раз значимость и достоинство рабочих профессий. О чем мы сейчас говорим? О том, что нам не хватает рабочих ресурсов, профессиональных рабочих рук. Мы должны формировать уже сейчас так называемую рабочую элиту, которая могла бы работать на предприятиях и на оборудовании различной степени сложности. Одной из баз для форума станет движение молодых профессионалов в городе-курорте. Это часть международной системы WorldSkills, которая чем-то похожа на олимпийскую. В начале этого года колледж сферы услуг стал площадкой для проведения краевых соревнований, как и сельскохозяйственный техникум, где готовятся, чтобы выставить 8 площадок. Каменщики, маляры, штукатуры, работники гостиничного сервиса. Будет небольшой трактор. Цель – популяризация профессии и профориентация в то же самое время. Мы покажем себя, что мы умеем, что у нас есть, ну и посмотреть на то, какой интерес вызовет. Будет ли это интересно, насколько он будет обширный, чтобы знать, в каком направлении больше преподавить. Во второй день школьники смогут побывать в учебных заведениях и на предприятиях. На третий – желающие пройдут тестирование, которое поможет понять, какая профессия им лучше подойдет. Его организует городской центр занятости населения. Возможно, что кто-то откроет в себе неожиданный талант, при том, что зарплата квалифицированных рабочих сегодня, как правило, выше средней. Знаменитый автор и исполнитель детских песен, заслуженный деятель искусств России Григорий Голодков периодически приезжает в Анапу, где он с удовольствием живет и работает. Анапа его вдохновляет. Сегодня он прилетел в наш город, чтобы осуществить давнее свое намерение открыть в Анапе детский вокальный центр. Об этом он рассказал нам в эксклюзивном интервью. Композитор только что с самолета. В доме все ждет хозяина, велосипеды, цветы, маяки и главные инструменты. В коробке с карандашами, горы и океаны, гномы и великаны, и кот с большими усами. В коробке с карандашами живет зеленая елка, ее украшали долго лобушками и шарами. По словам композитора, для начала можно будет открыть курсы вокала и гитары. Сам считает себя анапчанином. Здесь учились его дочь и сын. Ему хочется, чтобы детский курорт активно функционировал не только летом, но и зимой. Хотелось бы, чтобы вот этот центр работал круглый год. И вообще очень, знаете, как бы немножко обидно, когда едешь зимой по прекрасной Анапе и стоят закрыты вот эти великолепные гостевые дома. Вот, они ведь могут работать круглый год, сюда могут и приезжать иногородние, местные. Здесь могут быть кружки, секции, потому что все свободно. Сейчас мы смотрим, значит, на курортном проспекте, дом 12. Смотрим, значит, классы, отопление, облагораживаем территорию. Вот, ну, я хочу сказать, что Анапа, конечно, замечательная. Я только что из Германии вернулся, проехал 7 городов. Я, Анапа, мне кажется, даже чище, чище и красивее. Вот, это просто какой-то удивительный город. И я бы, знаете, даже предложил ввести, вот, может быть, как какой-то приз, награду за самый красивый индивидуальный проект и обязательно, чтобы он работал и зимой. Многие произведения Григория Гладкова стали в России классикой. Он написал музыку более чем к 80 спектаклям, более чем к 100 пластинкам, дискам и кассетам и к огромному количеству мультипликационных, художественных и документальных фильмов, а также детским теле- и радиопередачам. Установить защиту от болезни предлагают анапские медики. С 24 по 30 апреля Анапа присоединяется к Европейской неделе иммунизации. В это время предусмотрена бесплатная вакцинация взрослого населения против кори, гепатита B, краснухи, дифтерии и столбняка. В лечебно-профилактических учреждениях курорта в эти дни будет организована работа горячих линий. Медики проведут патронаж семей социального риска, беженцев, трудовых, мигрантов. Населению разъяснят о важности профилактики заболеваний. Для более быстрого направления и определения показаний для проведения прививок будет осуществляться прием врачами-терапевтами вне очереди, а также прием фельдшера в кабинете неотложной медицинской помощи в холле первого этажа городской поликлиники. Дорогие анапчане, прививки эти профилактические. Всегда легче предупредить заболевание, чем его лечить. Взрослых пациентов ждут в городской поликлинике с 8 до 17 часов. Задать вопросы, касаемые иммунизации, можно по телефону горячей линии 8-918-48-13-024. О том, что болезнь проще предотвратить, чем потом лечить, рассказывает анапчанам терапевт городской поликлиники Андрей Яцковский на своих уроках. С 2016 года он ведет школу здоровья для больных артериальной гипертонией. По сути, его ученики – это те же пациенты, только в неформальной доверительной обстановке информация воспринимается лучше, а обучение в группе дает еще и социальную поддержку. На медицинском профилактическом уроке побывали и наши корреспонденты. Врач-терапевт Андрей Яцковский в свое основное рабочее время пациентов лечит, а в остальное учит. Учит не болеть, ведь профилактика – самый эффективный метод для сохранения и укрепления здоровья, считает доктор. Хоть и занятия групповые, каждому пациенту подход индивидуальный. Школа профилактики артериальной гипертензии позволяет выработать тактику с каждым пациентом, индивидуально работать, подбирать лекарственные препараты, корректировать лечение, наблюдать их динамики, прослеживать, как они себя чувствуют, как давление. Мы прослеживаем дистанционно, бывает, и смс-сообщениями, и по телефону, приглашаем их на прием. Ну и, кроме того, мы собираем группы раз или два раза в неделю и проводим практические занятия. Как правильно питаться, какой образ жизни вести, чтобы не попасть в группу риска, а тем, кто уже имеет диагноз гипертония, советы, как держать заболевание под контролем. Обо всем об этом на таких уроках рассказывает доктор, используя наглядные пособия. 140 на 90 – верхний предел допустимой нормы. Если давление хотя бы периодически поднимается до этих отметок или выше, это повод обратиться к врачу. Мы должны заниматься ими в том направлении, чтобы не возникло сердечно-сосудистых, тяжелых, таких для жизни опасных осложнений, как инфаркт, инсульт, почечная недостаточность, сердечная недостаточность, коронарная смерть даже наступает. Поэтому мы таких людей обязательно прослеживаем в динамике, корректируем лечение при необходимости. И обязательно в порядке мы достигаем с ними уровня, целевого уровня артериального давления. Это ниже 140 и 90 миллиметров тутного столба. Гипертония – коварная болезнь. Медики ее называют «тихий убийца». Она долгое время может протекать бессимптомно. Тем временем высокое давление губительно влияет на сосуды и в дальнейшем может привести к тяжелым последствиям. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 1 миллион человек. Подобные школы действуют по всей России и призваны совершенно бесплатно оказывать людям консультационную помощь. Анапская школа здоровья пользуется большой популярностью. Пациенты признаются – проект удачный. И самое главное – педагог, а он же доктор, настоящий профессионал своего дела. Мы ходим практически с мужем постоянно на эти собрания. Много хорошего берем с этих собраний. В больнице дневной стационар 10 дней на капельницах, и давление не снижалось. Стоило случайно. Я, например, случайно попала к этому доктору совершенно. И он подобрал такие лекарства, от которых у меня теперь давление выше 120, не поднимается. Я пришел, смотрю, которые лекарства были назначены, они, оказывается, мне не помогают. Он определил, какое лекарство мне надо. И после этого мне стало хорошо. Сейчас давление более-менее нормально. Школа профилактики артериальной гипертензии работает ежедневно. Попасть на урок здоровья может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в регистратуру городской поликлиники. В этом году весна преподносит сюрпризы. Едва установившаяся теплая погода резко сменяется холодным ветром, дождем и понижением температуры. Долго ли продержится такая погода и когда же весна по-настоящему вступит в свои права, мы узнали в Краевом гидрометцентре. По району Анапы у нас в ближайшую неделю теплой погоды не ожидается. Где-то числа до 25-26 мы ожидаем в ночные часы температура около 6-8 градусов тепла. А в дневные часы температура 9-11 градусов тепла. В отдельные дни до 14 может подняться температура. Ну в общем-то прохладная погода с юго-западными и западными ветрами. 20 апреля, это вот ближайшую ночь, мы даже ожидаем по району Анапы могут быть заморозки на поверхности почвы до минус 1-0 градусов. Тепло мы ожидаем, что где-то начнется у нас после 26 апреля прекращение осадков с этого периода начинается и повышение постепенной температуры воздуха. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролок и УЗИ за 998 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова